В Ленинском суде вынесли приговор стрелку. Он устроил кровавую разборку возле сауны на улице Батумской. Из обреза расстрелял мужчину. Что стало причиной криминальной потасовки и эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения. В репортаже агентства чрезвычайных новостей. В зале заседания Евгений Финк сохраняет хладнокровное спокойствие. Кажется, ему и вовсе скучно слушать приговор. Мужчину обвиняют в убийстве. Он расстрелял из обреза 12-го калибра человека. Правда, Фемиду подсудимый пытался заверить, что всего лишь защищался. По версии следствия, в тот день Финк ехал на машине с возлюбленной и еще одной знакомой. В этот момент ему позвонила сестра и сообщила, на нее с подругами напали возле сауны на улице Батумской. Брат примчался на помощь. Оказалось, к девушкам пристал ранее судимый знакомый Финка по кличке Карась. У Евгения с Карасем отношения не сложились. Якобы последний мешал его бизнесу. Не исключено, что Финк зарабатывал на девушках, которые оказывали интимные услуги. А Карась вымогал у них деньги. Незадолго до этих всех событий, Горохов по кличке Карась, они приехали с погибшим Алексеевым. Подошли к машине Мазда-6, где находился за управлением свидетель Билькин. И требовали у него передачи денег, передачи сотового телефона, то есть за то, что он развозит девушек легкого поведения. И вот сестра Финка привезла двух девушек в сауну. А Карась вместе с другом решили бесплатно провести время с ними. Женщина тут же позвонила брату. Это кадры с камеры наблюдения. Автомобиль врезался в иномарку и протаранил забор. Уже позже выяснилось. За рулем находился Карась, который пытался скрыться от изверевшего Финка. Он вооружился обрезом ружья, приехал и стал производить выстрелы. То есть изначально он произвел выстрел, подвижившийся по территории сауны автомашины, в которой находились посетители, то есть вообще посторонние люди. Затем началась паника. Часть людей пыталась укрыться за зданием сауны, а часть людей перелезли через ограждение и скрылись. Друг Карася в панике забрался в машину его будущего убийцы, где сидела подруга подсудимого. На этих кадрах видно, как Финк расстреливает молодого человека, потом достает его из авто и наносит еще несколько ударов прикладом. Парень скончался на месте. После происшествия убийца сам явился в отдел полиции, признался в преступлении и даже предоставил обрез. Суд это учел, но не согласился с версией обвиняемого о самозащите. Потерпевший находился в сидящем положении в автомашине с закрытой дверью и какой-либо угрозы для Финка не представлял. В итоге мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Оксана Кравцова, Тимур Юнусов, 31 канал.